Удивительные истории из жизни четвероногих В нашей деревне было много ода, где длинными осенними и зимними вечерами любили собираться мужчины. Там они коротали свое свободное время и каждый вечер был не похож на другой. Иногда рассказывались сказки, иной раз пелись песни, нередко обсуждались вопросы быта и какие-то важные события, но чаще всего разговор заходил об интересных событиях, участниками или свидетелями которых были наши рассказчики. Ода – комната в деревенском доме, где зимними вечерами собирались односельчане скоротать время. Самый большой из всех ода в деревне была ода дяди Джимшита. Мой отец каждый вечер шел туда и оставался до полуночи. Иногда, уступив моим назойливым просьбам, он брал меня с собой, но при этом наказывал, что я должен вести себя хорошо, сидеть смирно и молча слушать то, о чем говорят взрослые. Придя туда, отец усаживался среди мужчин, а я шел к своим сверстникам, детворе, которое шумной стайкой занимало противоположный конец комнаты. Ода постепенно заполнялась, и когда уже яблоку было негде упасть, тогда и начиналось самое главное, ради чего собирались люди – новый вечер занимательного досуга. Эх, какие интересные и захватывающие рассказывались истории, с каким любопытством мы их слушали. Жаль, очень жаль, что большая часть того, о чем рассказывалось в той ода, позабылась. Но, к счастью, несколько историй так сильно врезались мне в память, что даже по прошествии стольких лет я их не забыл. И как раз о них и хочу вам рассказать. Очередным поздним осенним вечером мы снова пошли в вода к дяде Джумшиду. Там, как всегда, было полно народу, растопленная кизяком печь заполнила приятным теплом все пространство. Мужчины сидели на подосланном войлоке, поджав под себя ноги, и курили. На другом конце комнаты сгрудилась детвора. В тот вечер стали говорить о животных, и речь зашла о собаках. Дядя Гассо, наш хороший рассказчик, поведал нам вот какую историю. В то время мы жили в Турции, и пока еще не перебрались сюда. Я был молод и пас овец нашей деревни. У нас был пес по кличке Басар, которого я всегда брал с собой. Выше деревни был раскинут большой лес, куда однажды я и погнал свое стадо. Лето, жарко, печет полуденное солнце, овцы прячутся в тени деревьев, и я, разморенный этим зноем, тоже выбрал себе удобное место в тенечке, и, подложив под голову свою старую телогрейку, отдыхаю. Уже не помню, как задремал и заснул, и не знаю, как долго это продолжалось, но, открыв глаза и оглядевшись по сторонам, с ужасом обнаружил, что овец нет. Овцы пропали. Ну, представляете мое состояние? Я еще полусонный, плохо соображающий, вскакиваю и пускаюсь по лесу искать мою отару. Не хочу вас утомлять всеми подробностями, как это было, а одним словом скажу, что в конце концов я нашел и собрал всех овец. Пока я это делал, подошло время вечерней дойки овец, и только тогда я вспомнил про свою телогрейку, которую где-то оставил. Как назло, я не помнил, где именно я отдыхал. Да и времени у меня не было пускаться на ее поиски. Не надо было торопиться обратно в деревню. К тому же, не такая уж и хорошая была эта телогрейка, чтобы о ней жалеть. Одно старье и лохмоть. Если честно, то я даже был рад, что ее потерял, и решил, что в тот же вечер скажу отцу, чтобы он купил мне новый. И тут-то меня осенило, что как только я проснулся, Басара рядом тоже не было. Я подумал, что, наверное, пока я спал, к овцам стали подкрадываться волки, и, защищая стадо, Басар кинулся к ним. Со страхом в душе я пригнал овец в деревню. Басара только после того, как они разошлись по домам, смог вздохнуть спокойно. Ни одна из них не пропала. Басар же так и не попался мне на глаза, и я прикинул, что он мог прибежать домой раньше меня. Вернувшись домой, я первым делом спросил про Басара, но мне ответили, что его нет. Как не ждали, как не искали мы нашего пса, он так и не появился. Я почти был уверен в том, что его загрызли волки, и за пропажу Басара мне от отца сильно влетело. Так уж вышло, что сразу после этого случая я заболел и слег, и вместо меня несколько дней овец спас мой покойный младший брат. Когда я выздоровел, отец купил мне новую телогрейку, и, наконец, я получил желанную обновку. На следующий день я, как обычно, ранним утром погнал стадо пастись и направил его в тот самый лес. Овцы потихоньку щипали себе травку, и вдруг я заметил вдалеке какое-то существо, похожее на волка. Я подал голос в надежде, что, если это волк, то он испугается и убежит. Но гляжу, четвероногий встал и направился прямиком ко мне. Как только он приблизился, смотрю. Ха! Это наш Басар! Но как изменился наш бедный пес! Глаза впали, и все же блестят от радости. Одни ребра и кости торчат, а хвостом виляет вовсю, да еще и меня обнюхивает. Он покрутился около меня, повилял хвостом, а потом вдруг побежал к одному дереву. Я за ним. Смотрю, под деревом валяется моя старая телогрейка, а мой Басар обеими передними лапами встал на нее и смотрит на меня, то на меня смотрит, то на телогрейку, потом опять на меня и снова на телогрейку. И так несколько раз. Я догадался, что он остался в лесу из-за моей телогрейки, которую я тогда потерял. Но так как у меня уже появилась долгожданная обновка, я не захотел забирать с собой это старье. Я повернулся и пошел обратно, уверенный в том, что Басар пойдет за мной. Но пройдя довольно-таки большое расстояние, понял, что его рядом нет. Пришлось вернуться обратно. И смотрю. Та же картина. Басар обеими передними лапами стоит на моей телогрейке и смотрит на меня. Он смотрит, но в глазах прежнего блеска уже нет, да и хвостом вилять перестал. Я прикрикнул на него и немного подтолкнул, мол, давай, мы должны идти. Он сошел с телогрейки, поджал хвост и понуро поплелся. Я думал, что он идет к отаре овец и даже не оглядывался, но, дойдя до места, обнаружил, что его там нет. Я стал звать его, но бестолку. Тогда я подумал, что он мог уйти домой. Но когда вечером вернулся и спросил про Басара, мне ответили, что он не приходил. Прошло несколько дней, но наш пес так и не появился. Однажды отец спросил меня, «Слушай, а где наш Басар? Что-то давно я его не видел». И мне пришлось рассказать отцу всю эту историю и про телогрейку тоже. Отец в гневе вскочил, влепил мне хорошую затрещину и вскричал, «Что б ты провалился? Упустить такого пса!» Все, Басар уже не вернется. Отец был на меня очень зол. Через некоторое время, когда он немного успокоился, объяснил мне, почему так получилось. «Понимаешь, сынок, он на тебя обиделся. Бедное животное несколько дней не отходило от того места, оставалось голодным и делало это ради твоей телогрейки. Поэтому, когда он тебя увидел, то думал, что ты обрадуешься, похвалишь его, нальешь миску молока. Ты должен был понять, что когда он смотрел на тебя и на телогрейку, то хотел тем самым сказать тебе, «Смотри, хозяин, я остался здесь из-за твоей телогрейки. Я стерег и оберегал им, а ты, вместо того, чтобы похвалить, разозлился на него. Вот почему он обиделся и ушел. Басар больше не вернется и не жди его, я это знаю точно. И действительно, Басар так и не объявился. И больше мы никогда его не видели». «А какое у собак чутье?» продолжил разговор дядя Сайдо. Поэтому и говорят, волк как-то сказал, если бы мой нюх был таким, как у собаки, я бы истребил весь мир. Может, вы сейчас не поверите, но то, о чем я вам сейчас расскажу, чистая правда, и я сам все видел собственными глазами. Да будет земля пухом всем усопшим родственникам уважаемых присутствующих. «Мой покойный отец и покойный дядя, когда мы еще жили в Турции, каждую весну уходили на далекие горные пастбища, пасти скот, и оставались там все лето. Осенью уже, собрав плату за свою работу, они делали покупки для дома и возвращались. Ну, а тогда времена были совсем другие. Не было ни телефонов, ни писем, ни телеграм, чтобы оповестить своих близких о том, что они возвращаются. Люди были неграмотные, про телефоны вообще никто не слышал. Вот и рассчитывали по-простому. Ушли весной, а вернутся осенью. У нас был один пес по кличке Бойнах. Интересно было то, что он, в отличие от большинства собак, не имел привычки лаять. Мы никогда его не привязывали, и с утра до позднего вечера он бродил по деревне, шастал по помойкам и возвращался к дому только поближе к ночи. Тот день, когда отец и дядя должны были вернуться, с самого утра Бойнах поворачивал морду в сторону горного перевала и принимался выйти. Моя бабушка говорила мне, Сайдо, Лао, сходи-ка, посмотри, в какую сторону воет Бойнах. Лао, это ласковое обращение старших к младшим. Я шел, смотрел, и когда возвращался, отвечал, что пес воет в сторону перевала, бабушка начинала суетиться, и, повернувшись к невесткам, говорила, Слава Богу, не иначе, как сегодня наши мужчины вернутся. Ну, невестушки, поторапливайтесь, у нас много дел, надо до их прихода и дом прибрать, и обед приготовить. Бойнах тем временем не мог усидеть на месте. Он сновал туда-сюда, крутился под ногами, потом поднимался на крышу нашего жилища, и оттуда, повернув морду в сторону перевала, принимался выть. Ближе к полудню наш пес срывался с места и мчался, как ветер к горному перевалу. А ты не скажи, как раз в то время отец и дядя подходили к его противоположной стороне. Уже после они рассказывали, как Бойнах, добежав до них, в радостном возбуждении подпрыгивал, упирался лапами им в грудь, немного шел вместе с ними, но потом не выдерживал, вырывался вперед и мчался обратно в деревню. Очень скоро мы видели, как издалека к нам несется наш Бойнах. Он подбегал к двери, громко лаял и все поворачивался в ту сторону, откуда прибежал. Если мы были дома, он вбегал внутрь, визжал, играл с нами и кидался обратно во двор, и при этом поворачивался посмотреть, не идем ли мы за ним следом. Когда мы выходили из дома, он принимался громко лаять, указывая мордой в ту сторону, откуда должны были прийти наши родные, и как будто тем самым давал нам знать, что мы должны пойти им навстречу. И до тех пор, пока мы не пускались в путь, Бойнах не успокаивался. Когда мы шли навстречу отцу и дяде, он бежал впереди нас, и, завидев их пермом, бросался к ним с радостным лаем. На обратном же пути, уже после того, как мы встретились и вместе возвращались в деревню, он хоть и снова был впереди нас, но шел уже более спокойно и неторопливо. Доведя таким образом нас до самого дома, Бойнах оставлял нас и снова, как обычно, пускался по деревне. В последние годы, когда мой отец и дядя возвращались обратно, и к ним прибегал Бойнах, они давали ему что-нибудь из своих покупок, чтобы он доставил это домой, и тем самым дал нам знать, что они в пути и уже близко. И представьте, так оно и получалось. «Стоило нам увидеть, как со стороны перевала несется наш пес с чем-то в зубах, мы уже точно знали, что это возвращается отец и дядя, и что они совсем рядом». Вот вам и история про нашего Бойнаха, который чуял запах своего хозяина на таком огромном расстоянии. «Прошу прощения у уважаемых присутствующих. У нас была одна сука», начал свой рассказ дядя Халло. «Не надо извиняться, продолжай, брат», ответили ему мужчины. Дядя Халло достал из кармана своего бешмета табакерку, отрезал полоску папиросной бумаги, сыпал в нее немного табака и завернул папироску. Все это он делал молча, не спеша и сосредоточенно. Уж такой у него был характер. Начинать что-то рассказывать, потом замолкать, приниматься, сворачивать папиросу, закуривать, делать пару затяжек и только потом продолжать свой рассказ. Правда, хоть дядя Халло и поселился в нашей деревне совсем недавно, примерно несколько лет назад, но все уже хорошо знали его характер. Говорит он мало, в разговор вмешивается редко, но если принимается о чем-то рассказывать, то заслушаешься. Присутствующие повернулись к нему, и все в полной тишине терпеливо ждали, какую же интересную историю дядя Халло расскажет им на этот раз. «Итак, мои дорогие Фенди», неспеша продолжил дядя Халло, «наша сука тоже не имела привычки лаять, поэтому мы никогда ее не привязывали, и она свободно бегала по деревне. Летом она обычно вертелась около большой кучи кизяка, а зимой ее место было или у сеновала, или у хлева, где мы держали коров. Надо сказать, что в нашей деревне было принято строить хлева и конюшни подальше от домов, и вход туда был, конечно, отдельный. Эти двери, естественно, на ночь запирались, и к ним крепилась длинная цепь, на которую сажали собаку. Все это делалось для того, чтобы помешать ворам. И я вам скажу, мало кто осмеливался подойти поближе к таким вот грозным сторожам, которые были на чеку все двенадцать месяцев в году и все ночи напролет. Вот поэтому в нашей деревне воровства почти не было. Когда бы ты не вышел ночью во двор, наша сука смирно сидела на цепи у дверей хлева. Овец у нас не было, а только несколько коров и быков, которых мы и держали в том хлеву. Услышав скрип открывающейся двери, она поднимала голову, смотрела на нас, потом вставала, подходила, немного играла с нами и снова возвращалась обратно на свое место. Дядя Хало снова замолк, завернул вторую папироску и закурил. Дело было ранневесной, продолжил он свой рассказ. Минуло заполночь, и я вдруг проснулся от странных звуков. Оказалось, что это наша собака, которая визжала и когтями царапала входную дверь. Что от вас, что от Бога скрывать и врать не стану, я сильно испугался. От страха натянул одеяло на голову и лежу молча. Почему-то мне подумалось, что поблизости волки, а страх перед волком, как вы знаете, вещь страшная. Я от ужаса весь съежился и не могу пошевелиться. Не знаю, сколько прошло времени, но потом вижу, мама моя, царство ей небесное, и да будет пухом земля и вашим усопшим, встала с постели. Земля пухом и твоим усопшим родителям, откликнулись присутствующие. Мама моя встала, зажгла лучину и стала будить моего отца. Ло, 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 вставай, слышишь, говорит она ему, сука наша все визжит и визжит, может, волки близко и хотят утащить ее. Ло, ло, обращение жены к мужу. У курдов не принято обращаться к супругу по имени. В свою очередь ле, ле, обращение мужа к жене. Ну, а у отца моего, да будет ему земля пухом, сон был очень креп, и маме пришлось долго тормошить его, пока он не проснулся. Услышав, как скулит наша сука, отец вскочил с постели и прямо в нижнем белье подошел к двери и открыл ее. Мы, дети, тоже проснулись, сели в своих постелях и смотрели, что же будет дальше. А дальше было вот что. Как только отец открыл дверь, в дом забежала наша собака и, виляя хвостом, стала свизгом крутиться в его ног. Потом выскочила из дома и отец с матерью, поняв, что что-то случилось, побежали за ней. За родителями помчались и мы, дети, и увидели, как сука наша уже стоит у дверей хлева и царапает их своими когтями. «Да что ж это такое?» удивился отец. «Может, волк туда залез через световое окошко?» И бегом кинулся в наши сени, сорвал со стены ключ от хлева и прибежал обратно. Вслед за ним бежала мама с зажженной лучиной, а за ней мы, дети. Отец открыл двери хлева и хотел было зайти, но собака, ловко прошмыгнув мимо него, юркнула туда первой. «Неси сюда скорее лучину, посвяти мне!» раздался крик отца из хлева, и мама кинулась туда. Когда в хлеву стало светло, мы все увидели, что наша корова отелилась и уже облизала и высушила теленка, а другие коровы и быки, оборвав свои веревки, которыми были привязаны, сгрудились в другом конце хлева и глухо мучали. «Ты видишь, как собака прибежала и дала нам знать, что корова отелилась?» повернулся отец к маме. «Если бы мы об этом не узнали, то до утра коровы насмерть затоптали бы теленка». «Вот так, мои дорогие, а еще говорят, собака не понимает. Я клянусь уважаемым присутствующим, что все это видел собственными глазами, и в моем рассказе нет ни слова неправды». Закончил свою историю дядя Хаво. «А я собственными глазами видел другую невероятную историю», продолжил разговор Хамзо, как только дядя Хаво закончил свой рассказ. «Это случилось несколько лет назад. Я тогда работал в городе, и в том дворе, где я снимал комнату, жила одна семья, которая потом уехала за границу. У них была хорошо обученная собака, но они с собой ее не взяли и оставили соседям». Прошел примерно год, как они уехали. Письма от них приходили постоянно, и соседи всегда были в курсе, как у них дела, и как им живется, работает на новом месте. Однажды их собака ни с того ни с сего начинает беспокойно носиться по комнате, выть, царапать когтями входную дверь и рваться наружу. Хозяева удивляются, потому что до времени, когда ее обычно выгуливают еще далеко, но, видя ее состояние, бывают вынуждены вывести ее во двор. Но и там она не успокаивается, кидается по сторонам и то воет, то скулит. Приводят ее обратно домой, но и тут та же картина. Хозяин внимательно осматривает собаку, видит, хоть бы все нормально, но, заглянув ей в глаза, поражается. Они полны слез. Пытаются накормить ее, дать воды, но она ни к чему не притрагивается и только носится по комнате и не переставая воет. Одним словом, не буду вас утомлять подробностями, но собака со своим воем не дала домочадцам сомкнуть глаз до самого утра. Ну, а люди городские к собакам относятся хорошо, вот и взяли они ее. Ха-ха, к врачу! Да-да, к врачу! Оказывается, в городе есть такие специальные доктора для собак. Так вот, врач осматривает собаку и говорит, что с ней все в порядке, что она не больна. И только тогда хозяева догадываются, что, наверное, что-то произошло, и поэтому собака так неспокойна. И на всякий случай решают запомнить тот день, когда это случилось. через некоторое время та семья, которой оставили собаку, получила от своего бывшего соседа письмо. В нем он сообщил, что в такой-то день, то есть в тот, в тот самый день, когда собака не могла успокоиться, умерла его жена. Эта весть облетела весь квартал. Очень многие не поверили. Уверяю вас, я бы не поверил, если бы не жил в том же дворе и не видел все это своими глазами. Письмо было прочитано при мне, его слышал не только я, но и другие жильцы, и мы все очень хорошо помнили тот самый день, когда это случилось. И что вы на это скажете? Это вам не ум или острый нюх, а что-то совсем неведомое. посудите сами, как могло случиться, что на таком огромном расстоянии собака могла почувствовать, что именно в тот день совсем в другой далекой стране жена его хозяина умерла. Это же просто невероятно! «Действительно, история поразительная, мы еще такого не слышали», сказал дядя Халон, и впечатленный протянул рассказчику свою табакерку, чтобы тот отсыпал себе табачку и завернул папиросу. И вот так до поздней ночи вода дяди Джимшида рассказывались разные истории. Их было много, очень много, и одна интереснее другой. Но как жаль, что из всего услышанного в моей памяти остались лишь эти, о которых я только что вам поведу. и с Продолжение следует...